Ну, я попытался, пацаны, как бы, Михаил Дакстер дипломат, вы окончательно подорвали доверие племени, сфигали, всё хорошо шло, ну алло, ну как бы с тобой жизнь будет слащ, согласен, а давай сделаем пипец, какой сюжетный твист и всё заруиним всем, чпоинк. Всем привет, дорогие друзья, с вами ваш Дакстер, и сегодня мы с вами продолжаем играть в Choice of Life Wild Island. У нас уже сбился, если честно, за счёт какая серия, но так или иначе мы с тобой возвращаемся после всех наших антилдаунов, саленхилов, да, эти игрушки более сейчас востребованы и хайпят, поэтому немножко про наши с тобой вот эти вот пиратские выборы слегка подзабыли. Ну, ничего, возвращаемся, и, соответственно, у нас с тобой прибытие колонистов, следующая, получается, глава, вторую мы с тобой завершили в предыдущем видосе, закончили на том, что прибыли просто аборигены, сказали, что, типа, чувак, здорово, давай с тобой дружить, и вот мы как-то будем, соответственно, разбиваться уже в этой реальности. С галеона спускают шлюпку, она быстро направляется к берегу, вы можете разглядеть 5 или 6 вооружённых людей. Ну, и, конечно же, эти люди хотят, чтобы ты прямо сейчас взял и поставил большой палец вверх, а также написал в комментариях, как тебе игрушка, не забывай, что все твои активности, лайки, комментарии очень хорошо помогают развиваться видосику, каналу, поэтому огромное тебе за это спасибо. Собственно, нам надо уходить, остаться на берегу, давай-ка мы останемся на берегу, посмотрим, что будет. Аборигены настороженно смотрят то на вас, то на шлюпку, беда не приходит одна. Шлюпка причаливает, на берег выходит смуглый, усатый мужчина, наверное, лидер этих европейцев. Поприветствовать, молчать, давай поздороваемся, здравствуйте. Вам отвечают мрачным, озадаченным взглядом, никто не ожидал, что в момент высадки на пляже будет не только всё племя, но и дикий европеец. Ну, как бы да. Я, Натанбеш, объявляю этот остров владением короны и провозглашаю колонию. Чёрт возьми, а кто этот рыжий европеец? Что вы делаете посреди местного племени? Я жертва коронокрушения, я их вождь, какой корон? Я их вождь, конечно. Тут слово берёт опалённый, он выходит вперёд, совершенно случайно толкая вас в костёр. Немножко поупендриваюсь. Бэш, ты едва ступил на наш остров и уже разговариваешь только с европейцем. Мы для тебя лишь рабы, с нами говорить нельзя. Таких, как ты, надо убивать на месте. А можно бы спокойнее, здесь не все такие буйные, молчать и наблюдать. Молчим. Часто они сами друг друга переубивают, будет вообще замечательно. Аборигены и колонисты схватились за оружие, ещё чуть-чуть и начнётся драка. Тут опалённого перекрикивает беловолосый колонист. Замолкни, дикарь. На кону тысячи жизней без этой колонии погибнется Европа. Вы отдадите нам этот остров, или мы возьмём его силой. Да что, черт возьми, происходит зажать уши руками? Нет, кричать не будем, пока что послушаем. Это кое-как помогло не оглохнуть, пока колонисты и аборигены орали друг на друга. Старейшина и Бэш не сразу навели порядок. Окей. Молчать. Мы пришли не за кровью, не за золотом и не за рабами. На этом острове растёт золотая трава. Она способна исцелять страшную заразу. Колония здесь лишь ради неё. С чего бы вам верить, вы о чуме возьмёте траву и уплывёте? Ээээ, ну давай вот так спросим. Нет, болезнь захватила всю Европу. Чтобы искоренить её, нужно годами выращивать, заготавливать и перевозить эту траву. Так вы возьмите и выращивайте у себя в Европе. В чём проблема-то? Мы понимать, но верить, дать остров не думать. Слово, ваш человек ветер. Три дня думать, три дня идти храм. Говорить, сражаться, решать. Вы даже не живёте на острове, а почему не здесь, что скажете? Эээ, ну типа, почему не здесь? Песок, огонь голова. Он колодца, он сжечь, он попадать всюду. Недобро, говорит песок, недобро сражаться, песок. Старишина, чё ты несёшь, серьёзно? Ты там немножко бахнул какого-то кокосового молочка? Сбродившего или чё? Через три дня у храма. Что ж, мы бы всё равно туда направились. Хорошо, но здесь мы построим лагерь, и не пытайтесь нам помешать. Кстати. А, да, вы. Думаю, для вас найдётся свободное место. А, это типа он тоже продолжает. Мы потеряли в пути нескольких людей, а рабочие руки всегда нужны. Огонь голова. Ты не они. Ты решать, кто быть, кто сражаться. Помочь племя. Быть добро. Деревня там, тот остров. А если я пойду против вас, я подумаю над этим, я не хочу выбирать. Я, конечно, подумаю и буду на стороне старейшин сто процентов, потому что мы с ними первые закорешить. Мир, огонь голова. А мы идти работать. Тем более, что если мы попрем против них, скорее всего, они аборигены, им вообще насрать. Они просто возьмут нас на пике, насадят и потом, эээ, как бы в костре подогреют и сделают котлеты. Аборигены расходятся. Одни уплывают в деревню, другие идут к храму. Колонисты ищут место для лагеря. А вы? А у меня опять приключения, конечно. И погода портится. Почему покинуть остров так сложно? Такс. Открытые пути. Корабль колонистов. Деревня аборигенов. Так, я буду на стороне, эээ, естественно, аборигенов. Как я тебе уже сказал, логика максимальная. Потому что, ну, типа, раз вот эти вот европейцы такие, эээ, ну, культурные, да, просвещенные, они вряд ли будут нас насаживать на пике. Максимум, что может быть, это тоже скинут там с корабля, акулам скормят и прочее. А вот аборигены, они чуваки без тормозов, поэтому с ними явно конфликтовать не особо классно. Стоять, огонь голова. Зачем ты здесь? Поговорить хочу, я уже ухожу. Чисто пришел, ушел, нормально. Не, хочу поговорить, конечно же. Мы пощадили тебя на берегу, и ты уже хочешь говорить с нами, как с равными? Ты дурак, огонь голова? Почему я должен пустить тебя в деревню? Чтобы ты разнюхал все и донес своим братьям? Меня позвал старейшина, я не в деревню, я к тебе, я хочу помочь. Я хочу помочь. Племя сильное, племя справится без тебя, огонь голова. Зачем ты нужен племени, старейшины? Кому угодно здесь. Это не твоя земля и не твой народ. Я силен и ловок, я знаю остров, я разбираюсь в европейцах. Вот это. Имба. Хочешь предать своих братьев? Но ради чего, огонь голова? Может, это они тебя послали? Сказать, что ты так полезен? Не-не-не, пацаны, лучше мне доверять. Ладно, огонь голова, покажи свою силу, свою пользу. Покажи, что твои кулаки лучше моих. Победишь, я приведу тебя к старейшине. Охренеть, мы должны ему накостылять, серьезно? Кулачный бой, я за. Ну, судя по тому, чем заканчивались наши предыдущие кулачные бои, не особо-то он учится на ошибках. Зачем нам драться? Ну уж нет. А зачем драться? Если ты друг, я пойму. У нас будет сильный боец. Если враг, устанешь и не навредишь старейшине. Нихрена ты, стратег гений. Так, ладно. Ну я боюсь, что, ну уж нет, мы дадим заднюю, и нам скажут, все, тогда вали из села этого аборигенского, и мы не сможем вернуться. Поэтому окей, как хотите. Защищайся, огонь голова. Так, опаленный наносит вам много быстрых ударов, и еле успеваете отбивать. Уйти в защиту, контратаковать. Ну чисто опять же логику включаем. Он очень много начинает нас хреначить. Соответственно, из-за этого устает. Если мы уйдем в защиту... Хотя, не-не-не, уходим в защиту. Да. Удар, блок, удар, парирование. Наконец, опаленный начинает уставать. Потому что, если бы мы в контратаку пошли, как бы быстрые удары на быстрые удары, очень рандомно может залететь, поэтому такое. Вы спотыкаетесь, опаленный поставил подножку. Нихрена, так не честно. Утянуть за собой, ударить в коленку. В коленку. С нижнего удара хренач, почти подкатик. Ваш противник хрипит от боли. У вас есть секунда, чтобы сгруппироваться. Для пока нормально идем. Опаленный хватает вас и не дает подняться. Расслабиться, пнуть его в живот. Пнуть. Звездец. Опаленный ослабил хватку, но едва вы поднялись, снова ударил. Всех этих ударов будет мало, чтобы искупить вашу вину. Так, терпеть, пока он не выдохнется. Уклоняться от удара. Уклоняться. Вы уворачиваетесь один раз, другой, третий. Рано или поздно опаленный бы вас достал, но тут старейшина остановил драку. Нормально, вы главное, чтобы выжили. Огонь голова. Опаленный. Не сражаться. Закончить бой, драться дальше. Закончить бой. Опаленный тоже отпускает вас и помогает подняться. Нормально. Так, чисто, знаешь, подружески помахались. Ты боец, огонь голова. Хочешь говорить со старейшиной? Говори. Он не хотел нашей драки приветствовать старейшину. Хороший был бой. Ээээ, старейшину сразу здравствуйте. Старик постепенно кивает, приглашая вас в костру. Это хороший знак. Надеюсь, жарить нас там не будут. Духи сказать, огонь голова, идти деревня. Опаленный встречать добро. А, типа кулаки, это у вас добро, я понял. Что хотеть, огонь голова? Обо мне говорили духи, у меня есть вопрос, я хочу к вам присоединиться. Да-да-да-да-да, вот очень хочу присоединиться. Я хотел это, огонь голова, но хотеть ли племя? Спросить опаленный, он враг твой, братья. Хотеть, огонь... Что ты несешь, дед, я еще не понимаю. Огонь голова сильный воин, но чужак. Что он сделает, когда мы пойдем в бой на его братьев? Прольет их кровь, убежит или предаст нас? Я готов сражаться за вас, надо будет договориться, не знаю. Вот договориться, сама по себе реплика, да, очень хорошая. Но из-за того, что нарисован белый флаг, белый флаг это типа сдаться, а не договориться. Поэтому давай будем реально прям таким чунгачанкой и будем сражаться за них. Предатель братьев проклят, но помогающий нам любим духами. Как такой человек может быть, огонь голова? Хочешь помочь нам? Помогай. Но заслужишь наш гнев и умрешь в ту же ночь. Готов принять это, огонь голова? Готов. Окей. Ух, нихрена тебе какие-то флаги дали. Тогда готовься работать, племя поверило тебе, огонь голова. Так оправдай это доверие. Старейшина объяснит, что делать. Хорошо. Огонь голова, часть племя. Племя хотеть, знать планы колонии, подготовить место сражаться, найти силы, найти здоровье, огонь голова помогать. А может решим дело миром? Приступаю. Так, все, здесь уже мы как тогда с пиратом, главным этим капитаном не спорили. Здесь мы не спорим с старейшином, поэтому выполняем его приказы. Вперед, огонь голова. Так, инициация, разведка, бродячий торговец. Давай сразу в разведку пойдем. Вообще гениально. Потому что пока не все знают, что мы типа к ним примкнули. И можно что-то такое пошпионить. Ходишь без дела, огонь голова? Мы взяли тебя не для того, чтобы ты ел нашу еду. Не знаешь, что делать? Иди в ночную разведку. Разведка посреди ночи, так точно, сэр. Сэр, да, сэр. Какой такой сыр? Молчи и слушай, у нас два задания. Я лично проберусь на корабль врага. На нем наверняка спрятаны их планы и боеприпасы. Тень пантеры проследит за их лагерем. С кем из нас пойдешь? Я не хотел нажимать случайно пробел, звездец. Да вы че, угораете? Я даже не знаю, что там я нажал, боже. Откатиться никак, да? Да. Ты избалованное дитя. Я просто хотел, короче, клавиатуру подвинуть подальше от себя. И хренакс нажал пробел. Капец. Два отряда должны выдвинуться одновременно. У нас мало времени. И если один отряд найдут, другие отвлекут. Выбирай. С тобой на корабль кто такая тень пантеры? Давай спросим. Наша лучшая охотница и разведчица. Она о тебе слышала, расспрашивала. Давно хочет узнать, что ты такое. Но я считаю, ты ей будешь только помехой. Так, а паленый лучше знает, поэтому... Ну, хотя, слушай, тень пантера ничего такая, да. Можно как бы и с ней сходить куда-нибудь. А давай, погнали. Знай, тень пантеры мне как сестра. Она чья-то сестра, да, вот и выяснили. Если с ней что-то случится, я тебя лично задушу. Окей. Такс, вы переправились через пролив и высадились на берегу недалеко от форта. Всю дорогу тень пантеры с интересом на вас поглядывала. Ты чё вылупилась? Молчать и гидеть в ответ? Хорошая сегодня погода, верно? Давай вот это вот, отдалённые темы. Небо ясный, да. Много ясный. Враги видеть далеко, красться трудно. Но работа делать работа. Хм, огонь голова слушать. Огонь голова, как жить один на остров? Не терять голова? Не стать, верь. Я был не один, со мной был попугай. Я наслаждаться жизнью и так не сошёл с ума. Вот так. Сладкий жизнь один? Разве жизнь быть сладкой один? Разве... Ну как бы с тобой жизнь будет слащь, согласен. Вдруг девушка сворачивает с тропы и на что-то указывает. На кустике. Так, смотреть огонь голова. Добро место. Ручей, серебро, вода. Жизнь жизни. Радость племя. Выпить из ручья и умыться. Такой ценный ручей и так близко к колонии. Ого, такие ручьи бывают. Вот так. Только здесь. Старейшина говорит великая героиня, не смея на... Творить ручей. День Пантеры увлекается и рассказывает легенду за легендой. А, это уже я. И только через час вспоминает о задании. Ох, и что там в оригеночке. Так, рассвет. Пора искать путь лагеря. Много войн охранять его. Но я манить их далеко. Я делать вид нападения. Ладно, доверюсь тебе. Вскоре вы добираетесь до лагеря. Тень Пантеры готовит луки и исчезает в кустах. Сейчас жесткие хэдшоты полетят из кустов. Просто жесть. Миг спустя в часовых у ворот летят стрелы. Десятки стрел и все с разных сторон. Я же тебе говорю. Солдаты хватают ружьи и спешат отбивать нападение. У меня три сердечка. Поэтому нужного что бы то ни стало мне обязательно сохраниться. Давайте сделаем куда-нибудь вот сюда. Окей. Значит. Пробраться в лагерь через ворота. Залезть через дыру в чистоколе. Через дыру, сто процентов. Чистокол еще не достроили. У самой большой дыры поставили еще пару часовых. Но те прятались от стрел и вас не заметили. Дисциплина в лагере та еще. Ох, шить шалопаи. В лагере осталось только две группки колонистов. Одни невозмутимо продолжают строить чистокол. Другие ошарашенно замерли посреди лагеря. Подобраться к строителям, подобраться к замерзшим. К замерзшим. Ээээ. Так. Ну, чисто стратегически логичнее подобраться к замерзшим. А чисто безопаснее к строителям. Ну да. И типа, этим вообще пофиг. А вторые, они прям на стрёме. И они нас, скорее всего, спали. Давай к строителям. Колонисты вбивают колб, проверяют на прочность, вытаскивают, озадаченно смотрят и пытаются вбить еще раз. Наконец, один не выдерживает. А, в пекло. Не знаю я, что не так. Земля не так, ольи не те, люди не те. Какая к чертям разница? Главное, что снаружи выглядит, как крепкий чистокол. Слушай, дальше своровать инструк... Воруем, естественно. Горестроители так увлеклись спором, что даже не заметили пропажу. Плюс вайп. Зачем нам всякие там... Ну, хотя, слушай, топором можно и по башке так зарядить. Ложная тревога. Солдаты возвращаются на свои посты. Оставаться на месте опасно. Натан Бэш приказывает обыскать лагерь. Спрятаться за колодцем, спрятаться на складе. Ээээ... За колодцем. Вы обегаете колодец и сталкиваетесь нос к носу с лейтенантом. Обосраться. Шпион! Шпион в лагере! Кинутся к ближайшему выходу, перелез через чистокол. Эээ... К ближайшему выходу. Ух ты ж, ё. Ворота заперли. У всех дыр поставили самых метких часовых. Вы ушли, ковыляя во мгле. Бок болит, хвост горит. Но главное, что ушли. Ничего страшного. Вы сердечко потеряли. Мы становимся как-нибудь. Вы вырвались за пределы лагеря, но погоня только началась. Ух ты ж, ё. Убегать к ручью, убегать по тропе, убегать по берегу. По тропе. Мы сможем, если чё, куда-нибудь направо-налево свернуть, и нас никто не заметит. Солдаты быстры, только вы быстрее. Они сильны, только вы сильней. Короче, вас не догнать и всей клятой британской армии. Сюда, нормально. Рядом слышится крик. Тим пантера бежала впереди вас и свалилась в ловчую яму. А один настырный колонист еще гонится за вами. Помочь ей выбраться, бросить ее и бежать. Нет, если мы ее бросим, она расскажет брату. Брат, брат, вот это все, Макан приедет и как бы до свидания. Поэтому мы, пожалуй, чё делаем? Правильно, помогаем ей выбраться. Но теряем за это сердечко, зато получаем честь, достоинство, там, хвалебные речи от всех аборигенов. И плюс вай. Вытащить девушку из ямы и не упасть туда самому тело не быстрое. Вы все равно спасли ее и сбежали, но вас успели подстрелить еще пару раз. Можно мне теперь на одном сердечке как-то жестко покушать травки, чтобы восстановить хп. Огонь-голова спасать Тим Пантеры. Тим Пантеры добро воин. Огонь-голова много добро воин. И с той благодарности я знаю, я молодец. Ой, а так у сигма сейчас туда. Не, и с той благодарности будем такие, знаешь, очень, очень, короче, скромные. Ты добро бегать. Тогда в день один не добро. Сегодня уметь добро. Огонь-голова учиться. Говорить племя, огонь-голова воин. Но вот эти листочки, я так понимаю, точнее флаги, это реально какой-то респект местный. К полудню вы вернулись обратно в деревню. Тим Пантеры докладывала Старейшине первой. Теперь ваша очередь к нему заходить. Старейшина, что сказала Тим Пантеры, я хотел бы доложить. Это нас не должно вообще волновать, потому что, ну, ни хрена себе. Мы должны доложить. Старик улыбается вам и радужно кивает. Говорить, огонь-голова. В чистоколе форта есть слабое место. Добро. Если идти на лагерь, идти туда. Но идти на лагерь рано. Даже так много опасностей. В общем, это все. И узнать много, огонь-голова. И спасать Тим Пантеры. Ха-ха. Бояться, огонь-голова. Тим Пантеры всегда ловить добыча. А завтра добыча, Тим Пантеры. Огонь-голова. Чего? Что это значит? Ночной риф оборона храма. Такс. Ни хрена себе. Инициация. Ночной риф. Это все нам доступно. Слушай, как будто нужно храм оборонять. Это очень важная точка. И эти чувачки-то на корабле могут туда позариться. Ты уже здесь, огонь-голова? Время битвы еще не настало. А я уж к ней готов. Ой, хорошо. Ты себя видел? Весь в ранах и ссадинах. Я дуну, и ты умрешь. Иди хорошенько пожуй травы. А потом готовься к битве. Окей. Вставай, огонь-голова. Разведка говорит, твои братья скоро будут здесь. Встать в строй. Через полчаса из леса доносятся шум и крики на европейских языках. Часто это такая... Shit, shit, fuck. Oh, shit. Вайли, думаю, ты умный. Они пойдут за тобой. Не подведи их. Когда захватчики спустятся со скал, атакуй. Не раньше, не позже. Когда спустятся. Окей. Будет сделано, я хочу с ними поговорить. Да будет сделано, конечно. Держись, огонь-голова. Это твое главное испытание. Я просто понятия не имею, как аборигены относятся к дипломатии. Скорее всего, очень негативно. И даже какой-то просто вброс о том, что мы можем поговорить и о чем-то договориться. Как будто идея не самая хорошая. Держись, огонь-голова. Это твое главное испытание. Хорошо. Среди скал у храма раздается шум и грохот. Колонист совсем близко. Выжидаем. Все ждут. Еще не время. Конечно. Колонисты спускаются к храму. Все держат ружья на готове. А давай сделаем пипец, какой сюжетный твист. И все заруиним всем. Вот сейчас возьмем и попробуем договориться. Вначале сохранимся, конечно же. Где-нибудь вот здесь, я думаю, это сделаем. Замечательно. И теперь пробуем договориться. Не получится, начнем махаться. Но попытка не пытка. Племя недоверчиво гудит. Колонисты переглядываются и что-то кричат друг другу. Наконец, вперед выходит Натан Бэш. Человек с берега, договориться? Как вы себе это представляете? Вот так и просто хедшотик, скидыш. МЛГ. Вы получите траву, но не остров. Остров ваш, но храм племени. Ой, ну вот этот вариант, это капец эпичное сейчас что-то должно быть, да? Но как будто можно действительно сказать, что типа, чуваки, трава-то еще вырастет. Я не думаю, что аборигены будут прям пипец как против этого. Давай скажем так. Даже если нагрузить весь галеон золотой травой, этого не хватит, чтобы вылечить чуму. Вы не понимаете? Траву нужно выращивать, заготавливать и отправлять в Европу год за годом. Как это сделать, если остров будет ваш? Будем выращивать сами под нашим присмотром. Будем выращивать? Возьмете на себя и обработку земли, и заготовку, а нам будете лишь передавать? Не, нихрена ты устроился. А где гарантии? Почему они сдержат обещания, позволят нам раз за разом собирать траву, и не убьют нас при первой возможности? Иначе они потеряют храм, иначе они умрут. Идут бац, и мы на Натан Бэша переключаемся, и уже на его стороне, и уже аборигеном валим. Охренеть, реально, какой-то прям Нолановский у нас с тобой сюжет. Ну, давай вот так скажем. Вы предлагаете, если они нарушат обещания, обратить храм в пыль? Смотрите-ка, и мне очень нравится ваше предложение. У нас еще есть четыре флага. Это мы блефуем. Пацаны, абориген, успокоить, сейчас все будет. Это я пытаюсь найти какие-то точки соприкосновения. Ладно, главное для них храм, главное для нас золотая трава. Допустим, одно другому не мешает. Но чего хотите вы сами? Вернуться домой, мира привести их к свету. Так, я хочу вернуться домой. Вообще. Да? Тогда как я могу знать, что вы не лжете? Не говорите что угодно, лишь бы убраться с острова живым. Что ж. Подданные короны. Воины колонии золотой травы. Нам сказали, что мир возможен. Кто верит этому человеку? На тоненьком. Колонисты молчат, никто не верит в ваши слова. Лейтенант вынимает шпагу. Звезда. Ну, я попытался, пацаны, как бы. Михаил Дакстер дипломат. Без кровопролития, без вот этих всех выстрелов. Вы не хотите? Хорошо, будьте агребы. Сеньор Бэш, эти переговоры обречены. Разрешите перейти к делу? Я не знаю почему, но вот чувак в шляпе и сусиками у меня вот именно такой акцент порождает. Такой что-то Франсуа, Круассан. Мне кажется, что такая озвучка ему подходит. Постойте, я не договорился ждать ответа выстрелить. Ждать ответ. Бэш кивает и выхватывает пистолет. Вы едва успеваете увернуться от этого выстрела. А я вас понял, ты охреневший. Колонисты обстреливают вас из мушкетов, пока одни стреляют, другие заряжают. Навяжем рукопашную, спрячемся и переждем. Спрячемся. Кажется, у врагов бесконечный запас пуль. Вам приходится прятаться довольно долго. Войны не рады тому, что приходится трусливо прятаться. Пацаны, тактика. Колонистов меньше, но они лучше вооружены. Даже в рукопашной они выиграют. Сомкнуть ряды в рассыпную. В рассыпную. В смысле, это логично. Абригены разбегаются во все стороны. За неимением лучших целей все колонисты атакуют вас. Хе-хе-хе. А мы что-то не стали, да, разбегаться? Один отряд колонистов отступает, но вы на подходе. Но у ваших воинов проблема. Зубы макоут... Макуаут... Что? Зубы макуаутлий раскрошились, а керасы и сабли. Макуаутль? Что это? Нас это не остановит отступать и отстреливаться. Вот так вот. Да в смысле? Все бы хорошо, но у вас самих не лук, а мушкет. Пока перезаряжались, какой-то колонист успел вас зацепить. Лятый крыса. Лейтенант с новым отрядом колонистов заходит в тыл. А у вас еще этот отряд недобитый. Разделить силы сосредоточься на одном отряде врага. Я на тоненьком, на одном сердечке. Ну что, мне кажется, что придется переигрывать. Но чисто по логике, опять же, заходит в тыл. Отряд недобитый. Но нужно как-то раздел... Ну разделяться уже сейчас не в тему. Давай сосредоточимся. Второй отряд безнаказанно бьет ваших воинов. А к вам пробирается лейтенант. Пизда. Вот он, их командир. Бейте его. Отбиваться, пробиваться к лейтенанту, убегать. Убегаем. Ну все, короче, с аборигенами мы вообще заруинили все наши эти отношения. За спиной кто-то кричит и улюлюкает. Бежать с поля позорно для воина племени. Но извините. Вы оторвались от погони, забравшись на ступени храма. Тем временем лейтенант возглавил контратаку. Теперь аборигены проигрывают. Стрелять издалека. Это мы позицию занимали, пацаны. Я не сбежал никуда. Я поменял дислокацию. Перед вашим прицелом мельтешат свои. Придется забраться повыше. Хорошо. На ступеньках храма не осталось лучников. Почти все погибли от пуль колонистов. Спрятаться за телами, капец их перебили. Карабкаться выше. Выше. Вы слышите крик? Вот он, кажется, вас заметили. Я так и думал, на самом деле. Вы лезете наверх, а колонисты по вам стреляют. К счастью, пока промахиваются. Отстреливаться, лезь дальше. Лезь дальше. Вы забрались на ступеньку выше и получили пулю в спину. Но через неделю джунгли не оставили от вашего трупа даже косточек. Звезда. Короче. Все плохо пошло изначально. Не будем мы ни с кем договариваться. Хотя. Слушай, до определенной точки это шло очень даже успешно. Давай еще разок попробуем. Я хочу договориться. У нас и с флагом все хорошо. Вот. Просто не будем говорить ему правду, что мы хотим с острова свалить. Будем выращивать, естественно. Иначе потеряют храм. Минус один флажок. Ничего страшного. А вот здесь. Я хочу, короче. Мира. Хм. Что ж. А, и все то же самое. Лейтенант вынимает шпагу. Охренеть. А зачем тогда задавать эту иллюзию, что типа можно как-то договориться? Ну, потому что что-то там про свет. Мне кажется, это вообще лютый бред. Мир звучал реально логично. Зачем нам драться, если мы можем вам как бы эту траву-то отдать? Так. Постойте, я не договорил. Поздно. Бэш хватает пистолет и стреляет прямо по вам. Ах ты. Реально. Давай рукопашную тебе. Ну, звездец. Пока вы несетесь на колонистов, они успевают выстрелить. Сомкнуть ряды. Колонисты умеют сражаться в строю. Ваша стратегия стоила жизни многим воинам. А у меня вообще одно сердечко. Один отряд колонистов отступает, но вы на подходе. Но у ваших воинов проблема, зубы... Ага. Нас это не остановит. Поехали. Увы, дубины мощное оружие, но сабли и мушкеты куда лучше. Ваши воины погибают один за другим, среди них начинается паника. Ля, это жесть. Лейтенант с новым отрядом колонистов заходит в тыл, а у вас еще этот отряд недобитый. Вот так делаем. И теперь мы пробиваемся к лейтенанту. Пробились. На вас сыпется град ударов, окружение не прорвать. Наверное, здесь вы умрете. Решатина. Такс, ээээ, и чё? Давай еще разок. Готовы мы к битве. Только давай не будем ни с кем договариваться. Будет сделано. Все, в атаку. Колонисты еще не спустились к раму, пока вы карабкались со скалы. Они что-то там берут. А, серьезно? Окей, спрячемся. Рассыпную. Ля, а как мне с тремя сердечками вообще это проходить? Потому что здесь, видишь, развилок не так уж и много. До свидания. Так, а мы можем тогда заняться... Не-не-не-не-не-не, в смысле ты дурачок? Во, получить, короче, сердечки. А, и заднюю мы уже не даем. Хочу с ними поговорить. Ты сошел с ума? Только ради старейшины я готов тебе это позволить. Но не жди, что ты чего-то добьешься. Окей, выжидаем. Я хочу договориться. Остров ваш, но храм племени. Ну, в принципе, с травой изначально все шло очень даже неплохо. Будем выращивать сами. Иначе... Иначе они потеряют храм. Привести их к свету. Третий вариант. Колонистам ответ понравился. Да неужели? Количество аборигенов, желающих вас убить, выросло в два раза. Да ты задолбал, Натан Бэш, ну серьезно? Короче, вот этот момент на самом деле туповат. В том плане, что все три варианта по факту приводят к... Не дипломатическому решению данного конфликта. А все-таки к месиловке. Ну, давай же мы о нем. Бэш стреляет по вам, вы по лейтенанту. Обе пули пролетают мимо цели. Зашибись. Так, навяжем рукопашную, спрячемся. Окей. Дальше мы в рассыпную. Отступаем и отстреливаемся. Сосредотачиваемся. Убегаем. И звезда. Вы окончательно подорвали доверие племени, вас схватили и принесли в жертву духом острова. Охренеть. А что такая сложная локация-то? Дайте мне уже пройти. Готов. Хорошо, готов к битве. Что надо нажимать-то по итогу? Я хочу с ним поговорить. Окей. Выжидать. Я хочу договориться. Может вот это выберем? Бэш не успевает ответить, слишком громко кричат возмущенные аборигены. А лейтенант кричит еще громче. Мы позволим дикарям творить мерзкие ритуалы у нас под боком? Никогда. И ради этого готовы убивать? И ради этого готовы умирать? Задумайся. Мы умрем ради наших родных, наших друзей и наших господ. Разве это не подвиг? Ну да, вы что немножко поехавшие. Вас больше, но мы лучше вооружены. Может быть после этой битвы останется всего 10 человек. Но это будут наши люди. 10 человек не отправят траву в Европу. Факт. Лейтенант замолкает. Об этом он явно не думал. Теперь снова говорит Бэш. Ладно. Главное для них храм. Главное для нас золотая трава. Опять же, тот выбор. И короче. Вот казалось бы, да? Все уже идет хорошо. Но выбирая любой из этих трех. Ох, мы переводим это все в битву. Ждать ответа. Ля, а я не знаю, что делать реально. Я не знаю, почему так сложно-то. Это прям какой-то очень хардкорный момент. А разделить силы мы ни разу не выбирали. Аборигенов много, хватит на оба отряда. Но вы, командуя, остались один на виду. Тут-то вас и подстрелил лейтенант. Не, это жопа. Все, аборигены меня сожрали. Чуваки, дайте пройти, пожалуйста. Реально какой-то трайхард. Встать в строй. Я как будто играю в какую-то, не знаю, жесткую-жесткую стратегию. Давай просто изначально не будем ни с кем говорить. Просто в атаку. Ну, копашка. Сомкнуть ряды. Нас это не остановит. Сосредоточиться. Убегать. Так. Стрелять издалека, ринусу на помощь. Стрелять издалека. Короче, карабка ЦВШ первый раз срабатывает. А вот уже сейчас отстреливается. Вы попали, потом еще раз попали. Колонисты расхотели по вам стрелять. Отлично. Вам открывается отличный вид на битву и на спину лейтенанта. Зашибись. Это первая наша попытка, когда мы реально приблизились к чему-то хорошему. Мы сохраняемся. Можно ждать, можно выстрелить в лейтенанта. Давай подождем. Подождали. Через минуту у вас прилетела стрела. Кто-то из племени возмущен вашим бездействием. Охрененно. Пацаны, это френдлифайр называется. Так, загрузить. Хорошо. Давай выстреливаем в лейтенанта. Вы ранили лейтенанта в ногу и обратили на себя его внимание. Лейтенант оборачивается на звук выстрела и хватается за пистоль. Стрелять, уворачиваться. Стрелять сразу. Вы оба попали в цель. Раненого лейтенанта тут же добил опаленный. Да, как же мы с тобой выгрызаем эту победу. Просто жесть. Выстрелить в лейтенанта. Уворачиваться. Лейтенант промахнулся и не успел увернуться сам. Опаленный размажил ему голову. Что-то жесткое. Лейтенант убит. Лейтенант убит. Отступаем. Бросится в погоню. Пускай бегут. У нас одно сердечко. Пускай бегут. Колонисты исчезают в лесу. Их уже не догнать. Другие воины этому не рады. Мы победили. Мы победили. Огонь голова. Мы победили. Ликовать вместе со всеми победили. Можно и подлечиться. Давай хилиться реально. Пока остальные празднуют. Вы набиваете рот золотой травой. Лучше быть скучным, чем мертвым. Факт. Еще нет. Не победа. Натан. Вождь колонии. Убежать. Его лагерь много людей. Жечь. Убить. Будет сделано, как вы себя чувствуете. Но они больше не угроза. Сохраняшка мне нужна. Сто процентов. Такс. Хорошо. Будь сделанным. Ты добро воин, огонь голова. Вы все добро воин. А добро люди жить добро время. Старейшина прав, огонь голова. Завтра нас ждет последняя битва. Ты отлично сражался сегодня. Значит и завтра получится. Ну да. Спустя 20 попыток. Действительно. А сейчас отдыхай. Ты заслужил. Ты стал гораздо приветливее. Отправиться отдыхать. Так. Я даже не знаю. Чисто по логике. Нужно конечно отдохнуть. Восстановиться. Давай так и сделаем. Типа лезть там. Ага. Открытый пути. Штум. Форта. Окей. Типа лезть в его психологию. Что-то. О кстати. Форт похож как из этих. Из остров сокровищ. Лезть в его психологию. Копаться там в детских травмах. Нахрен нам это сейчас нужно. Нам нужно просто разбить этих чуваков. Чтобы они больше сюда не являлись. Смотри огонь голова. Форт колонистов весь деревянный. Этой ночью мы можем его поджечь. Кто выживет. Тех застрелим. Что может пойти не так. А мы не подожжем лес. И в этом весь план. Кстати про лес реально. Ночью ветер. Вы зовете его Борис. Что? Борис ветер. Дует от земли к морю. Если битва завершится к утру. Нашим лесам ничего не грозит. А что может пойти не так. Форт прямо на берегу моря. Если они быстро потушат пожар. Бой проигран. Ага. И в этом весь план. А паленый кивает. Тут слово берет старейшина. А не драться. Что думаешь о паленый? Думаете они сдержат слово? Я не понял. Они хотят обменяться. Типа пленными. В обмен на. То что они не будут нас дальше. Как-то атаковывать. Мне кажется они могут назвездеть. Как только чуваки убегут. Давай вот это вот спросим. Мы дать им пленный один. А не отдать оружие. Пленный два. А не убрать форт. Пленный три. А не грузить корабль. Так а не держать слово. Нихрена старейшина умный. Я не знаю. Колонисты приплыли за лекарством. Они в отчаянии. Чтобы добиться цели. Они могут пожертвовать жизнью братьям. Сможем ли мы заставить их отступить ради жизни пленных? Ты лучше знаешь европейцев. Огонь голова. Тебе решать. Нет штурмуем форт. Да попробуем договориться. Пытался я уже. Договориться. Но как будто все равно дипломатия во мне пипец как играет. И мы с тобой делаем сохраняшечку. И пробуем договориться. Но с европейцами договариваться очень сложно. Но может быть и возможно. Через несколько часов пленные собраны недалеко от форда. А вы сигналите белым флагом. Над чистоколом поднимается бэш. Чего вы хотите? Мы не сдадимся после одной битвы. Мы пришли сюда чтобы победить чуму. И мы сделаем это черт возьми. Мы пришли договориться. У нас в плену ваши люди. Да. Начнем с козырей. Черт. Заложники законная тактика на любой войне. Но неужели вы не понимаете? Мы не можем отступиться. Я не могу пожертвовать своими людьми. Но и своей миссией тоже не могу. Нам нужна ночь чтобы все обсудить и принять решение. Хорошо вы получите эту ночь. Значит готовимся к штурму. Типа надавить на него сразу. Слушай за ночь он реально может что-то такое хитрое придумать. Поэтому давай сразу так. У опаленного все уже готово. Факелы, стрелы, ловушки, лечебные травы. Осталось дождаться ночи. Окей. Огонь голова. Лучники готовы. Мы осыпем форт горящими стрелами. А ты поведешь племя на штурм. А ты. У тебя есть советы. Тогда огонь. Огонь голова огонь. А советы есть какие-нибудь? Есть. Верь в себя огонь голова. Ты хороший воин. И не оставляй выживших. Гениально, спасибо. А ты что будешь делать? Я останусь командовать лучниками. Я уже был в огне один раз. Больше он меня не увидит. А, поэтому у тебя вот, скорее всего, на голове-то все это и сгорело. Окей, огонь. Опаленный кричит на языке племени и ночное небо озаряется огнем. Миг спустя форт уже полыхает. Нихрена анимация. Колонисты с ведрами бегут к ряднику. Работают четко. Пожар смогут потушить за минуту. Я сам разберусь стрелять по ним. Стрелять. Да в смысле? Выбирая между шмалять одному или шмалять всем племенем, мы выбираем шмалять всем племенем и мы проигрываем, потому что это неправильно. Как это возможно вообще? Горящие стрелы долетают до цели, но ранят немногих. А пока вы не стреляете по форту, другие колонисты открывают ответный огонь. Опасно. Огонь голова. Часть тены уже рухнула. Скорее внутрь я прикрою. Я первый на штурм, ты нам нужен на штурме пропустить вперед воинов. Воинов пускаем. Генерал титул получен. Первый, кто ворвался в форт, погибли очень быстро. Вы бежали следом и на вас пуль уже не хватило. Тактик. Воины врываются в горящий форт. Враги разбегаются во все стороны. Крушите здесь все, убить всех сбежавших. Убить сбежавших. Рассыпная тактика колонистов не удалась. Каждого настигли, каждого зарубили, закололи, зарезали. Ну извините, пацаны, как бы вы сами сказали, что вы пойдете на все. Вот как бы аборигены сошлись с ума и вас нахрен раскромсали. Колонисты гибнут один за другим. Но от дыма и жара вам становится трудно дышать. Сделать маску для дыхания, выбежать, подышать, сдержать, выбежать. Без вас штурм стал идти хуже. Ненадолго, но все видят, пока вы бегаете, Бэш раздает приказы. Да вы все... Я аж это... Подавился. Как наш главный герой мог подавиться от дыма. От костра. Так и я подавился. Вы окончательно подорвали доверие племени. Сфигали, все хорошо шло, ну алло. Обалдеть. Это такой идиотизм. Это все надо скипать. Так, вот сейчас храняшка была. Загрузить. Вот это. Короче. Пробуем договориться. Ваши люди в плену. В принципе, на штурме все шло нормально до тех пор, пока мы... Хотели просто выбежать на 2 минуты подышать. Они это распознали как какое-то крысятничество, бегство с поля боя и все, до свидания. Так, короче, огонь, окей. Я сам разберусь. Тут мы уже с тобой горьким опытом, что называется, научены. Воины продолжают обстрел форта, а те, кто собирался его тушить, настигают ваши пули. Нормально. Дальше. Тут мы пропускаем воина вперед. Убегаем всех сбежавших. Ну, потому что пока мы будем все крушить, ломать, эти сбежавшие могут по нам шмалять, и это небезопасно. А вот тут можно сделать маску для дыхания, например. Как вы успеваете сделать повязку на лицо, пока все кругом горит огнем, загадка. А тем временем Бэш собирает выживших колонистов. Так, в смысле, всех перебить же. У нас реально нет права на ошибку в плане вот аборигенов. У нас всего один флажок. Давай еще сохранимся. И посмотрим. Верные корони, в подвал, за мной. За ним скорее закрыть за ним люк. Вообще гениально, но, скорее всего, этот подвал имеет где-то выход. Поэтому давай за ним. Тем более абориген скажут, о, понятно, боится туда лезть, все, давай его сожжем. Они же такие, пацаны-то, дерзкие. Вы успеваете прыгнуть в подвал до того, как колонисты закрывают люк и запирают его на замок. Ну, конечно. Недобрый день, мся предатель. Хотите нас добить? Вы еще можете сдаться, вы слишком спокойные. Мы слишком спокойные. А вы наблюдательны? Что об вас? Я просто тяну время. Это наш пороховой погреб. Фитиль уже догорает? Вы взлетите на воздух вместе с нами. Подождите, еще можно договориться, броситься бежать, броситься к бочкам. Гениально, чтобы расхреначило прям 100%. Короче, вот это нелогично. Вот это, скорее всего, аборигена скажут. Ты что, крыса, а? Поэтому давай кричать. Вместо ответа бэш нажимает на курок. В вашем теле появилась еще одна дырка. Пиздец. Фитиль горит, люк заперт. Прострелить замок, тушить фитиль. Я не хочу 500 раз все перепроходить. Поэтому давай еще сохранимся. И чисто по логике нужно, конечно, тушить фитиль. Да. Бэш загораживает вам дорогу. Так шмани в него. Неужели вы думаете, что я это позволю? Черт возьми. Эээ... Я это позволю. Запятая, черт возьми. Этот остров не достанется нам. И он не достанется никому. Атаковать, тушить фитиль. Эээ... Ну, если он загораживает, и мы будем продолжать тушить, то он начнет нас атаковать. И минус сердечко. Поэтому мы его атакуем. Бэш ранен и вымотан. Он не может отбить ваш удар. Но он может вас задержать. Это что, полицейский, что ли? Погреб освещает только тлеющий фитиль. А Бэш стоит к вам вплотную, и у него в руках нож. Толкнуть его на бочке у меня тоже. Толка... Бля, опять опасно. Я так и знал, что так не надо делать. Бэш отлетел назад, стукнулся головой о бочку и затих. Но теперь его тело загораживает ваш... Вам путь к фитилю. А тащить нет вре... Тррррщ! И все. Так, окей, загрузочка. Загрузить. Здесь тушим фитиль. Потом атакуем. И все-таки говорим, что у нас тоже есть нож. Тут реально есть, видишь, прям моменты, где на одном сердечке мы тащим, и нет права на ошибку. С одной стороны, это очень сложно, но с другой стороны, прикольно. Что вот все, либо ничего. Бэш отличный боец, но ему не пришлось выживать в тропиках. А вы даже в темноте бьете наверняка. Конечно. Бэш больше не может вам помешать. От фитиля уже ничего не осталось. Затушить руками, закрыть пламя чем-нибудь, перерезать фитиль, перерезать. С какого хрена? Фитиль слишком короткий, а руки трясутся. На вставленном в бочку отрезке остается маленький огонек и... Ну пацаны, ну вы че? Так, тушить. Атаковать. У меня тоже. Давай закроем пламя. Хорошо. Вы перекрываете фитиль первым предметом из вещмешка. Пламя обжигает его до углей и гаснет. Выжившие колонисты хватаются за оружие. Да пацаны, почему я здесь один-то воюю? А я говорил, сначала убить предателя, потом взрывать. Бей его, потом снова подожжем. Хотя вот этот мужик, он такой, знаешь, более суровый, скорее всего. Он и говорит соответствующим образом. Это мы еще посмотрим, да. Вы отбиваете удар одного, уворачиваетесь от другого, третий бьет вас по голове. Люк разлетается в щепке и в погреб прыгает опаленный. Красава, наконец-таки подмока прибыла. Огонь-голова? Вставай! Вставай, мы всех победили! Что... что произошло? Ты вернулся в бой, и что теперь? И что теперь? Больше ничего не нужно. Ни один из врагов не выжил. Зашибись. Войны возвращаются в деревню, вы остаетесь один у обгоревшего форта. Так мы с этим... Мой опаленный, который залетел, он что-то сделал вообще? Или просто нам сообщил информацию? Давай обыщем форт. Среди пепла вы не нашли ничего ценного, у людей, сбежавших от чумы, было при себе немного. Понятно. На стену опустевшего форта приземлилась знакомая птица. Подойти. Увидев вас, попугай заорал так, что весь остров мог слышать. Ты победил, моряк! Поздравляю! Теперь от чумы умрут королевства! Ура, ура, ура! Заткнись, лучше они, чем племя. Ну это плюс вайп для племени, да? Может побендриваться. Цель оправдывает средства? Ну, герой! Кто-то бросил попугая палкой, и тот сорвался с места. Обернувшись, вы видите опаленного. Не слушай птицу, огонь голова. В Европе тысячи тысяч людей, они хитрые и живучие, а нас совсем немного. Чтобы нас не стерли, ты сделал все, что должно. Ну, пиндос в этих туда, конечно. Ты просто ненавидишь европейцев, должно ли? Да, это был вечный верный путь. Ну, так как мы сейчас находимся в племени, будем опять же им это... На уши капать, и говорить, что да, да, ненавижу европейцев, обожаю племена. А так-то мы домой хотим. Твой голос тверд, твой взгляд спокоен. Этот остров сделал тебя настоящим сыном племени. Ты хороший человек, огонь голова. Великий воин, сильный, хитрый, ловкий и красивый. Спасибо. Радость для меня видеть тебя в племени. Честь для меня быть твоим другом. Другом? Я не друг тебе. И тут бас просто и титры. Он вставляет в нас копье после этих слов и конец. А для меня твоим другом всего лишь другом? А мы такое осуждаем. Короче, да, ответочка. Опаленый жмет вам руку и обнимает вас. Нормально. Ты еще много сделаешь для племени. Мы сделаем. Это будет хорошая жизнь, огонь голова. Вот увидишь. Надеюсь, что увижу. Колония уничтожена племя в безопасности. Что станет с Европой? Сколько людей погибнет от чумы? Этого вы уже никогда не узнаете. То есть мы стали с тобой реально таким коренным уже аборигеном. И тут, соответственно, и тусим. В деревне вам построили большой дом и провозгласили величайшим из воинов. Вы стали легендой. Вы огонь голова. Тот, кто превращает врагов племени в пепел. А с Тяночкой подружились, нет? Когда-то Орландо был единственным попугаем своего вида на этом острове. Век спустя все местные попугаи были его потомками. Ой. В итоге у нас попугай нашел Тяночку. А мы что-то неизвестно. Старейшина прошел еще 10 лет. Он умел вести здоровый образ жизни. Но даже век спустя о его мудрости ходили легенды. И вот, собственно, авторы. Авторы, которые сделали замечательную, как мне кажется, игрушку. Большое им за это спасибо. А мы с тобой, я так понимаю, выходим в главную менюшку. И на такой классной ноте завершаем, собственно, наш летсплей. Я знаю, что, скорее всего, есть еще одна концовка, когда мы постараемся примкнуть к этим колонистам-канонистам. Но! Канонистам. Кононист. И подумай. Вот, короче. Канон, типа. Я просто не знаю, с какого момента нужно все это дело переигрывать. И, скорее всего, это очень долго будет. Поэтому, если тебе интересна, реально вторая концовка с финалом уже, когда мы возвращаемся, собственно, в Европу, спасаем всю Европу. И потом они начинают кошмарить Русь-Матушку. То, пожалуйста, можешь это сделать, соответственно, в этом. Ну, на ютубчике посмотреть, загуглить. Я уверен, что есть летсплей с такой концовкой. Вот. Ну, а мы с тобой получили просто райское наслаждение баунти, жизнь на острове. Возглавили, реально, всю эту тусовку аборигенов. И получили, соответственно, такую концовку. Еще раз скажу, что игрушка прикольная. Местами, конечно, было сложновато. Но ничего, мы с тобой справились. И это самое главное на самом-то деле. Поэтому, если вам понравился видос, понравилась игра и понравился летсплей, обязательно поставьте ему большой палец вверх. Также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, включать там все уведомления, чтобы укусить выходы новых видосов. И также подписывайтесь на все ссылочки из описания, в том числе на инстинкном канал, а также на сообщество ВКонтакте. Ну, с вами был ваш Дакстер. Всем хорошего настроения, всем удачи и всем пока-пока.